14-15 июля. Ленинградская область, город Сертолова. В этом видео покажу и расскажу, как растут мои растения на участке и как на них повлияло двухнедельное похолодание. Кабачки выросли большие. Напомню, на грядке у меня высажено всего три кустика кабачков. Во всю цветут и завязывают плоды. Мульчи из конской подстилки им очень понравилось. Резкое похолодание, которое произошло у нас две недели назад, когда дневная температура упала до плюс 80 градусов, они пережили прекрасно. Правда, мы побоялись их поливать холодной водой, за что и поплатились. Кабачки оказались горькие. Раньше мы с такой проблемой никогда не сталкивались. Но одна из соседок тоже пожаловалась на горькие кабачки. Возможно, виноват в этом и сорт. Попробовав плоды со всех трех кустов, пришли к выводу, что только с одного куста кабачки горчат. Поэтому в период роста кабачков, несмотря на похолодание, не забывайте их обильно поливать. И сорт тоже надо выбирать тщательней. А вот тыква кустовая оранжевая очень плохо перенесла похолодание и заболела ложной мучнистой росой. Причем заболели оба куста. Хотя растущие рядом два куста лечебной тыквы не заболели. Они хорошо цветут и завязывают плоды. В следующем выходном приобрету препарат триходермина. Хочу обработать заболевшую тыкву по листу, чтобы остановить развитие болезни и не потерять урожай. Ведь сами кусты разрослись очень мощные и дали очень много завязей. Тыква, растущая на компостной куче, чувствует себя лучше всех. Это сорт пастила-шампань фирмы Биотехника. Мы уже довольно много лет так выращиваем тыкву. И пришли к выводу, что это самый лучший способ в нашем регионе. Даже в прошлом холодном 2017 году на такой высокой компостной куче тыква прекрасно уродилась. Лучше всех себя чувствует свекла и лук. Этим культурам похолодание нипочем. Прошлые выходные подкармливала свеклу золой. Раствор не делала, просто рассыпала сухую золу по грядке. Думала, что еще будут дожди, и зола сама растворится в почве. Но дождей не было, поэтому свеклу обильно полили. Да и при той жаре, которая установилась сейчас в нашем регионе под 30 градусов, все культуры нуждаются в обильном поливе. Луку очень понравилось расти рядом со свеклой по краю грядки. Я его высаживала сивком и предполагала, что это будет лук на перо. Но лучок получился такой замечательный, что я его решила оставить на головке. Еще такой же лучок посажен у меня по краю грядки у молодой клубники. Для тех, кто интересовался сортом клубники Мицца Шиндлер, она наконец поспела. По срокам созревания она получилась более поздняя, чем дивная. Ягоды мелкие, по вкусу сладкая, имеет легкий привкус лесной земляники. Вкус довольно интересный, но вот размер ягод меня немножко разочаровал. Подержу ее еще один год в маточнике. Проверю зимостойкость и урожайность куста. Клубника Дар Селект. У клубники довольно крупные ягоды, приятного вкуса. На цветоносе ягод много. Но, как я уже рассказывала, мне не нравится ее зимостойкость. В моих условиях на высокой грядке кустики каждую зиму подмерзают. Поэтому урожай этого сорта не очень высокий. Это третий год после посадки. Но я ее решила не оставлять. Поэтому не обрабатываю, не пропалываю ее больше. После того, как соберем все ягоды, кустики выкопаем. Я не держусь за те сорта, которые меня по каким-либо причинам не устраивают. Ищу другие. С хорошей зимостойкостью, большой урожайностью и отличными вкусовыми качествами. И в этом смысле лучший сорт из тех, которые у меня есть на данный момент, сорт клубники Дивная. Прекрасно зимует. Ягоды вкусные, довольно крупные. В этом году за счет сухой погоды ягод, пораженных серой гнилью, нет вообще. Хотя, конечно, в сырые года ягоды поражаются серой гнилью. Но не очень сильно. Это уже четвертый сбор клубники с этих кустов. Ягоды зреют постепенно, в течение полутора месяцев. В следующие выходные мы точно еще будем с нее ягоды собирать. Возможно, и через выходные тоже. Эти две грядки с сортом Дивной я пока не обрабатываю. Лишь обрываю усы. Чтобы аккуратно обработать грядку, нужно много времени. А под таким палящим солнцем работать невозможно. Поэтому решила дождаться сбора всего урожая. И тогда уже обработать грядку полностью. Кстати, после дождей, которые прошли на прошлой неделе, ягоды набрали много влаги и вкус у них, конечно, испортился. Поэтому, в принципе, клубника нуждается в поливах только во время налива ягод. Во время созревания им уже влага не нужна. Грядки под клубнику у меня высотой 30 сантиметров. Потому что наш участок находится на бывшем болоте. И грунтовые воды очень высоко. В дождевые года участок очень сильно подтопляет. Дренаж не справляется. Поэтому самым простым выходом из положения оказалось сделать вот такие высокие грядки. Видео о высоких грядках и так ли вреден плоский шифер, из которых они сделаны, можно посмотреть по ссылке наверху. На грядке шириной 80 сантиметров и длиной 2,70 высажено всего 10 кустиков клубники. Заготовки я с клубники обычно не делаю. Моя семья не любит варенье и компоты. Все съедаем так. Ну а самый ранний сорт, название которого я не знаю, уже отплодоносил. Я его обработала так же, как и грядки с клубникой первогодкой. Следующие выходные буду подкармливать, чтобы на будущий год сформировался большой обильный урожай. Огурцы очень ждали потепления. С моей точки зрения кусты разрослись еще не очень хорошо. Но плодоносить очень стараются. Кусты уже не оставишь на неделю. Плоды перерастают. А урожай от этого, как известно, уменьшается. Поэтому с мужем решили, что будем приезжать по средам на дачу и собирать огурцы. А еще мне кажется, что на огурцы не столько влияет само похолодание как таковое. Ведь прошлый 2017 год был очень холодным. Температура держалась в пределах 15-17 градусов. Но не было таких скачков дневных и ночных температур. С плюс 27 градусов днем до плюс 10 ночью. А также таких циклонов с жаркой засушливой погодой под 30 градусов в течение полутора месяцев. До 10 градусов днем и пяти ночью в течение полутора недель. С двух кустов огурцов собрала вот такое ведро. Объемом 10 литров. Третий куст еще пока не собирала. Этим кустам в выходные перепала свежая мульча из свежескошенной травы. Сосед косил газон и я у него выменяла 5 тачек травы на пакет огурцов. Это вторая теплица. Кто не смотрел предыдущее видео, на грядке в 4 метра посажено 3 куста огурцов. В этой теплице огурцы дали больше боковых побегов. Но урожай примерно такой же. Это новые сорта и они почему-то очень плохо завязываются. Мне они не нравятся. Сорт малышки хрустишки, сорт первачок и неизвестный огурец из пересорта. Решила, что в следующем году буду приобретать профессиональные семена. Очень устала от пересорта. Надеюсь, желающие присоединиться ко мне найдутся. В итоге из двух кустов старых проверенных сортов получилось ведро. Из четырех остальных кустов еще ведро. С моей точки зрения это мало. Но у нас еще есть целых 2,5 месяца для сбора плодов. Так что без заготовок мы в этом году точно не останемся. Посмотреть полное видео о том, как я выращиваю огурцы, можно по ссылке наверху. У перцев две недели назад я оборвала все плоды. Для того, чтобы кусты начали набирать зеленую массу и в результате дали мне еще больше урожай. И хоть по кустам видно, что похолодание на них повлияло. Но тем не менее этот прием действительно мне помог. Кустики начали разрастаться. Под перцами и баклажанами у меня сейчас заложена мульча из конской подстилки. Травы не хватает. Но на мой взгляд стружка, которая составляет основу конской подстилки, очень быстро пересыхает. И в результате кустам не хватает влаги. Перцы все-таки надо поливать как минимум 2 раза в неделю. Баклажанов у меня посажено всего 2 куста. Гибрид багира. Их я уже выращиваю много лет. И мне они очень нравятся. Баклажаны сажала 18 марта сухими семенами. Росли они у меня под светодиодными лампами фитохром. Я пришла к выводу, что раньше сажать баклажаны в нашем регионе не стоит. Ведь пересадить их в теплицу на постоянное место раньше середины мая практически невозможно. В этом году попробовала не формировать кусты, а дать им свободно разрастаться. Удаляла только пасынки, растущие внутрь куста, чтобы не было загущения и цветы баклажанов всегда были освещены солнцем. Хотя пожаловаться на цветение не могу. Цветут обильно, плоды завязывают хорошо. Поливать при наступившей жаре надо чаще. Надеюсь, в середине недели нам с мужем удастся выбраться на дачу. И мы сможем не только собрать огурцы, но и полить все грядки. Это мои помидоры. В этом году они страдают больше всего от нехватки мульчи. При тотальной нехватке скошенной травы в первую очередь я отдаю предпочтение огурцам, потом баклажанам и перцам. И в последнюю очередь достается мульча томатом. В эти выходные им очень повезло. Сосед отдал мне пять тачек свежескошенной травы. Я их, наконец, замульчировала. Кустики помидоров очень пострадали у меня весной от заморозков. Несколько кустиков у замерзли. Поэтому изначально я решила их выращивать в три ствола. Хоть я понимала, что урожай будет позже. Но за кустами я не уследила из-за того, что мы приезжаем только на выходные. И в итоге они растут в четыре ствола. Только посаженные под вовлунку растут в два ствола. В итоге на данный момент сформировалось по четыре кисти. Первая кисть, вторая кисть, третья кисть, четвертая кисть завязывается. И вот пятая тоже завязывается. Смотри, мам, тут уже свекла есть. Да, мы ее нарвем и сделаем борщ. А морковку можно? И морковку потом будет можно. Покажи вот эти вот помидорки. Так, первая кисть. Давай дальше вверх. Вторая кисть. Вторая кисть. Третья кисть. Четвертая кисть. К тому же все сорта помидоров у меня крупноплодные. Что еще больше задерживает их рост. Сорта сахарный подувичок от Сибирского сада. И сорт Мазарини от Биотехники. Здесь то же самое. Первая кисть. Вторая. Третья. Четвертая. Нет, вот четвертая. Вот этот ствол. Четвертая. Пятая, шестая. Пятая. Шестая там на самом верху. Почему я выращиваю в основном крупноплодные томаты? На мой взгляд, они самые вкусные. Сорт Мазарини розовоплодный. Он очень сладкий и мясистый. Большую часть плодов мы съедаем в салатах. Свежими. А вот сорт сахарный подувичок красноплодный. Тоже крупный и мясистый. И в основном я его использую для заготовок. Моя семья не очень любит маринованные помидоры. Поэтому из томатов я готовлю очень много аджики, кетчупов, на которые ходит очень много помидоров. Вот это все одна кисть. При постоянном и достаточном мульчировании свежескошенной травой, все томаты вырастают довольно крупные. От 400 грамм до килограмма. Кстати, если помидорам хватает мульчи, то и поливать их можно даже в такую жару всего один раз в неделю. Морковка. Морковка. Морковка, которую я сажала еще в апреле по краю грядки, уже должна вырасти. Вот это должна быть хорошая. Ого. Какая. Давай. Вставай. Какая огромная морковь. И большой стиль. И листья большие. Больше, чем сама она. Это единственные три куста детов, которые я выращиваю. Гибрид Каспор и гибрид Хайпел. Форма плодов у них сливовидная. Я их использую для маринования. Кстати, меня кто-то спрашивал, почему я не обрезаю листья у помидоров. На самом деле у детов я их обрезаю. А вот у крупноплодных эндетов держу как можно дольше. Чем раньше я обрежу листья, тем меньше будут плоды. А мне хочется крупные помидорки. Еще очень хочется показать вам мои петунии. Какие они в этом году получились роскошные. Место отдыха у нас получилось просто сказочное. В двесных корзинах ампельные петунии. Опера Суприм, Разбери Ай и Рамблин Бургунди Хром. Через месяц буду их черенковать. Для того, чтобы получить маточники для зимнего хранения. Весной, опять же путем черенкования, буду их размножать. А получившуюся рассаду можно будет у меня приобрести. Примерно через месяц подготовлю для вас ролик. Как можно самостоятельно начеренковать петунии для зимнего хранения. Видео о том, как вырастить петунии из семян, можно посмотреть по ссылке наверху. Уважаемые зрители, присылайте свои фото и видеоматериалы с вашими результатами. Делитесь вашим опытом. В описании видео указана электронная почта. И напоследок хочется пожелать, особенно северным регионам. Не забывайте, что сейчас лето, стоит хорошая погода. И нужно не только работать в огороде, но и отдыхать и набираться сил для зимы. Как это сделали мы, поехав купаться на Финский залив. Анонс. Посмотреть новый обзор участка Натальи Сморчковой можно будет тут. Как эффективно бороться с кротами и защитить от них свои грядки. Что такое горячая трава и как ей правильно пользоваться. Смотрите три серии видео. Активная мульча глазами профессионального агронома. Всем хороших урожаев! С вами была Надежда Нинахова. Канал и сайт ВОГОРОДЕ ПРО.